Далее в эфире Извинников. Переключаем все свое внимание в Приднепровск, где в рамках подготовки к старту чемпионата Украины среди аматоров футбольный клуб Днепр принимал магдалиновский ВПК Агра. Все детали в обзоре Дмитрия Москаленко. Сразу несколько команд Днепропетровской области готовятся к старту сезона в чемпионате Украины среди аматоров. Два из них в минувшую субботу провели между собой спаринг. На базе в Приднепровске встретились коллективы, которые за короткий срок проделали диаметрально противоположные пути к любительскому первенству страны. Спустившийся с небес в футбольный клуб Днепр и поднимающийся наверх магдалиновский ВПК Агра. Что ждет нас? Посмотрим, что ждет наше будущее. Я тоже не знаю пока. Но мы будем играть на победу в каждом матче, как и играли. У нас один план, одна цель. Мы всегда с удовольствием приезжаем сюда на базу сыграть спаринг, когда нас приглашают. Еще раз, здесь ауров футбольная. Что касается самой игры, наверное, о результате никакой речи не было и не шло. То есть мы на сегодняшний день находимся на сборах. У нас работаем в режиме двухразовых тренировок. Ребята работают, скажу так, под хорошей нагрузкой. Поэтому сегодня ждать каких-то там суперскоростей или чего-то, наверное, было нереально. База всегда для меня. Я сам в Днепропетровске. Днепровская база. Мы всегда приезжали и на игры играли. Поэтому очень нравится тут. Много полей хороших. В первом тайме основу команды Александра Поклонского составили выпускники Днепровской академии 2001 года рождения. При этом фамилии Горилы и Шилаев наверняка зададут болельщикам команды ностальгических ноток. И молодежь Днепра получила в этой игре особенно в первом тайме хороший урок от более опытного соперника, который в этом межсезонье серьезно усилил состав игроками, что были на виду во второй и даже в первой лиге в минувшем сезоне. При этом в ИПК Агро продолжается поиск потенциальных новичков. У нас сегодня уже играл три новичка. То есть, в принципе, они произвели неплохое впечатление. Фамилии назвать пока не буду. Но, скажем так, они нам понравятся. Уже в первом тайме гости отправили в ворота Днепра сразу четыре мяча. Счет открыл Александров уже в самом начале игры после ошибки защитника Днепра. Через четверть часа после стандарта счет удвоил Сидоренко. Ну а перед самым перерывом магдалиновцы забили еще два мяча. Сперва отличился Дегтярев. Как продача, Коля Олещенко подавал и, получается, выбежал на ближнюю штангу и головой фигурал. Ну а итог первого тайма подвел Шарко. 4-0 в пользу ВПК Агро. Какой мой отдал под себя хорошую передачу, осталось только подставить ногу, а не попасть в воротаря, попасть в ворота. И, в принципе, меня это получилось. Понятно, что в первый тайм вообще мы в 4-0 проиграли очень молодые ребята, которые только со школы. Но это адаптация, это еще нам предстоит это время. Думаю, полезная игра, прежде всего, для ребят из Днепра, особенно тех, которые играли в первом тайме. То есть это переход из детского футбола во взрослый. Он нелегко всем дается, и здесь его нужно преодолеть. Поэтому им нужно привыкнуть к единоборствам, к игре вверху. Это все к жесткой борьбе, к плотности большой. Это все как раз для них это очень-очень хорошо. Ребята молодые, они только выпустили со школы, им, конечно, еще много чего надо научиться. Но с такими тренерами, я думаю, это не за горами у них. Главное, чтобы они прислушивались. А самой атмосферы, конечно, здесь очень приятно, всегда находиться на этой базе. Это легендарная база Днепр, как и Днепр. Есть Днепр, еще с советских времен. Легендарная команда, приятно. Видно тренерский подход, опыт. Видно у них рисунок. Конечно, на аматорском уровне в этом году, я думаю, будет тяжеловато. Но я думаю, нервы, они так пощекочут. Если недооценка соперника будет, они очки могут забирать. Аматорский футбол сейчас очень сильный. Даже вторая лига, скажем так, практически одного уровня. Даже на аматоров сейчас команда сильнее, чем вторая лига. Поэтому, я думаю, ребятам будет очень интересно. Играть будут со взрослыми мужчинами, скажем так. Они обстучаться, обкататься. И они будут расти. Расти игроки Днепра стали уже по ходу матча с ВПК «Агро». После перерыва в их составе вышли уже ребята постарше, поигравшие во второй лиге. Андрушко, Нечистенко, Киричук, Кулинич, Палюк, Будняк, Рыкун. Это, безусловно, несколько выровняло игру. И второй тайм магдалиновцы выиграли с минимальным счетом 1-0. Дальним ударом отличился еще один бывший академик Терехов. В итоге 5-0. Закономерная победа ВПК «Агро». Ну, ничего, мы привыкли. Мы в том году так же начинали, еще было хуже у нас. Но, в принципе, это сейчас закономерное такое и поражение, и состояние наше. Ребята на очень больших нагрузках играют. У нас по две тренировки. Поэтому мы это ожидали. Мы хотели посмотреть, как они принимают решения в таких... И, в принципе, мы не отходим от нашего плана подготовки. Мне понравилось отношение, в первую очередь, к игре. Самоотдача, дисциплина. Это то, что самое главное, то, что мы, как говорится, требовали. А то, в каком состоянии, ну, нам еще рано говорить об этом. Ну, а счет, ну, я не знаю, наверное, неравный, наверное, силы. Скажем так, ребята сильно молодые, там, выпускники. Хотя, очень, ну, видно, хорошая школа, все. Ну, не хватает, наверное, силен. Что касается по ВПК, ну, хорошая, добротная команда. Собраны футболисты, которые в первой лиге поиграли, во второй. Вот во втором тайме повзросли, вышли ребята в Днепре. И сразу же уже борьба стала, и игра стала ровнее, и пару моментов было в Днепре. Не секрет, что ВПК «Агро» уже в этом сезоне задумывался о выступлении во второй лиге. И по многим аспектам клуб уже перешел на профессиональные рельсы. Она уже сейчас готова. По людям она готова, по стадиону я ездил на игры в Мандолиновку. По условиям, где они тренируются, с таким фанатичным президентом, я думаю, все, все, думаю, у них должно быть все очень хорошо. Ну, а то, что тренера работают толковые, это видно по игре и по тем, по той селекции, которую они проводят. Если мы даже бы заявились во вторую лигу, я думаю, мы бы там не затерялись на данный момент. Но в «Аматорах», я думаю, у нас президент амбициозный, поэтому, как и на область, в любом турнире он ставит только высокие задачи. Поэтому у нас задача будет, как минимум, попасть в тройку и выйти дальше в плей-офф. И будет задача, я думаю, выиграть этот турнир. Поэтому мы только идем туда и будем стараться все делать. Ну, мы идем потихонечку, ступенька за ступенькой. Я считаю тоже правильно, что мы не перепрыгнули эту ступеньку. Надо все идти постепенно, строить клуб постепенно, инфраструктуру, стадион, все должно быть на уровне, чтобы не было потом никаких проблем, никаких ничего. Тем более команда строится, и фу-фу-фу, строится очень хорошо. У нас сезон, вы знаете, у нас президента нашего, амбициозный фильм, ну, и он ставит только высокие задачи. Только в каждом турнире побеждать. Кубок области, надо выиграть область. И дать первое место на КФК в этом году. Так что у нас сейчас проходят сборы новомосковские. Двухразовые тренировки, тренера нас готовят. Дай, 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 дай. И, ну, хорошие тренировки, я думаю, дай бог, ну, все у нас получится, я думаю. Но это все в будущих планах. Пока же у мандолиновцев тяжелый тренировочный бубль. Сейчас игра, вечером у нас опять тренировка на песке, так сказать, да, на пляже там новомосковские. Так мы будем работать в таком режиме до четверга, до 26-го числа. И на 25-е число у нас запланирован спарринг с нашей местной командой областной с победой. Субтитры создавал DimaTorzok